Прохлада осени стремительно несется на смену жаркому летнему зною. И даже у тех, кто летом хорошо отдохнул, есть большое желание продлить дачный сезон. В соцсетях вы очень часто просите нас рассказать о печах, которыми можно обогреть небольшой домик. И часто идет речь о размерах 4 на 6 метров. Да, в такие дома можно устанавливать и печи-камины, и отопительные печи со стеклом. Но чаще всего требуется простая, сверхбюджетная печь, которая не слабо одну чистую лентилитарную функцию. Быстро обогреть дачный домик при откровенном визите дачного участка. Сегодня у нас в обзоре три сверхбюджетные отопительные печи, взятые с сайта fornax.ru. То есть те печи, которые есть у нас в ассортименте. Итак, главное требование отопить дачный домик размером 4 на 6. При высоте потолка 2,20-2,40 это примерно 50-60 кубов. Сегодня в нашем обзоре участвует печь Варна, печь Барга и в вишеноками на торте присутствует печь Везуви Мини. Сейчас пробежимся по моделям, а в конце ролика подведем небольшие итоги. Первой встречаем печь Варна. Она рассчитана на объем помещения до 50 кубических метров. Но мне кажется, что конструктора здесь немножко поскромничали. И судя по ее размерам, печь вполне справится и с объемами помещений чуть большим. Здесь довольно вместительная топка. Конвектор с конвекционными отверстиями, из которого будет выходить горячий воздух. Естественно, есть дверца с запорным механизмом. Дверца дополнительно защищена от прогорания. У печи ящик зольника, он же поддувало. А внутри топки установлен чугунный колоснек, что большая редкость для печей вот такого сверхбюджетного ценового диапазона. На верхней поверхности ни у одной из отопительных печей, представленных в нашем обзоре, нет чугунных колец. Но оно и понятно, потому что тогда стоимость бы печи увеличилась. Но на самом деле это нисколько не мешает приготовить пищу, либо разогреть воду на верхней поверхности этой печки. В режиме интенсивного горения она нагревается до очень высоких температур, что позволяет, собственно, все это приготовить. Выход дымохода находится на верхней части печи. Это очень удобно, а почему чуть далее. Следующий в обзоре печь Барга 450М от компании Стэн. Тоже новосибирская печь. У этой печи также большая дверца с ручкой верхней части. Дверца дополнительно защищена от прогорания. Ранее топка довольно объемная и глубокая, но уже вместо чугунного колосника у этой печи приварены металлические уголки, выполняющие роль колосника. Вот в этих емкостях внутри колосника может сохраняться зова, которая является дополнительным теплоизолятором и не будет давать металлу прогорать. Ящик зольника очень большой и очень широкий в этой печи. Ну, а на верхней поверхности также можно приготовить покушать или разогреть воду, ну или, естественно, скептить чаек. И, пожалуй, самая интересная печь из нашего обзора. Печь крайне простая, но очень недорогая. И здесь очень интересно соотношение не столько цены-качества, сколько цена-утилитарность у этой печи. Дело в том, что стоит она меньше 4000 рублей, но справляется с отоплением заявленного объема, для нас необходимого. И имеет одно очень интересное свойство. Если у вашего дома сыра, либо же вы поработали в дождь и вернулись в дом, и хотите быстро согреться и просушить свою одежду, то ничего нет лучше, чем лучистое тепло, которое может издавать обычная буржуйка. Вещи у вас быстро очень просохнут, дом ваш просушится и нагреется также довольно быстро. Единственное, что следует учесть при работе с этой печкой, это то, что располагать ее от легковозгораемых поверхностей следует уже подальше, чем конвекционные печи, которые имеют такой защитный элемент, как конвекционный кожух. Печка крайне простая. Это, по сути, металлический ящик на ножках. У нее нет даже колосника. Но, тем не менее, дверца у нее также дополнительно защищена от прогорания. На верхней поверхности, естественно, можно поставить даже целое ведро и нагреть воду для каких-то там бытовых нужд. Ну и выход дымохода также находится на верхней части печи, что, опять же, довольно удобно. Патрубы для подключения к дымоходу у всех печей из нашего обзора находятся на верхней поверхности. Такое расположение позволяет существенно снизить стоимость монтажа дымохода. В этом случае не потребуются дополнительные усиливающие элементы, которые бы разгружали массу дымохода. А весь дымоход будет опираться непосредственно на печь. Ну и дальше дымоход пойдет через потолочное перекрытие, через кровлю и все. Все печи из нашего обзора удовлетворяют главному требованию. Обогреть помещение размером 4х6 и высотой потолка примерно 2,5 метра. Чуть меньше. Вы можете спросить, почему в нашем ролике вы не увидели печь других производителей. Но этим роликом мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что есть крайне недорогие, но тем временем довольно эффективные решения, которыми можно отопить дачный домик небольших размеров. Эти печи можно использовать в дачном доме, можно использовать в бытовках, в различных других строениях небольшого объема. И они эффективно будут отапливать его и при этом давать возможность приготовить еду на своих поверхностях верхних, либо же нагреть воду. Печи разные по цене, но они все справляются с заявленной функцией обогрев помещения. Изделия других производителей вы можете найти на сайте fornax.ru. Выберите вкладку «Отопительные печи», отсортируйте по производителям и вы можете увидеть, у кого из других производителей, а компания Fornax работает с несколькими замечательными производителями, есть решения, которые подходят под ваши условия. Там же на сайте вы можете задать размеры своего помещения и уже исходя из этой информации сайт автоматически вам предложит то, что вам подойдет. Заходите к нам на сайт почаще fornax.ru, заходите к нам в гости в магазины Fornax в городе Новосибирске. Обязательно подпишитесь на наш канал, ведь скоро на нашем канале появится несколько роликов, на которых мы будем показывать, как устанавливаются отопительные печи и как их правильно эксплуатировать. Ну, естественно, подписывайтесь на наши социальные сети, только так вы можете предложить нам тему для обзора, только так вы можете дать нам обратную связь и только так вы будете в курсе самых последних событий из рынка отопительных печей. С вами прощаюсь, до новых встреч, счастливо!